Дружным маршем, правда не все в ногу, в зале появляются они, будущие юноармейцы. Клятву дают 20 тагильских школьников. Мы, вступая в ряды юноармии перед лицом своих товарищей, торжественно клянемся всегда быть верными своему отечеству, юноармейскому братству. Клянусь! Многие сегодня задают вопрос, юноармия, зачем вам нужна юноармия, что это такое? Но мы должны с вами помнить, что юноармия это не военизированная организация, это общественная организация и то же самое, что военно-патриотические клубы, у которых задача сегодня немножко другая. Задача в первую очередь это, конечно же, помнить и чтить память тех людей, которые в разные годы приносили честь и славу нашему с вами государству. Половина новоиспеченных бойцов – восьмиклассники 56-й школы. С начала этого учебного года они успели поучаствовать в вахте памяти, сходить в походы, готовиться к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки. И с первых дней, говорят, мечтали надеть эти красные береты. У нас в этом году в школе открылся военно-патриотический клуб. И вот ребята, курсанты военно-патриотического клуба вступили сегодня во Всероссийское общественное движение юноармия. Десять человек, они теперь составляют отряд юноармейский, называется он «Финист». У меня отец служил в армии, дед, прадед. Мы прадеды служили на войне, воевали. И я решил продолжить династию. Ну еще и память сохранить, наверное. Сохранить память. Стать патриотом своей страны. Общественное движение юноармия появилось пять лет назад по инициативе Сергея Шойгу. И уже объединило более 860 тысяч детей. Тагильское движение по младшим. Первых юноармейцев, около 300 человек, приняли в 2018 году. Провели военно-спортивные игры, несколько творческих конкурсов и пандемия. Но планы большие. Занятия могут быть разносторонние. Это и искусство, и творчество, и спорт, и военная подготовка. В дальнейшем это все равно пригодится им для поступления в какие-то учебные заведения. Я знаю, это все, как и внутренние баллы. Уроки мужества, уроки истории, конечно, связаны с изучением тех, кто когда-то славил нашу армию, освобождал нашу землю от врагов. Конечно, это все предусмотрено, пусть даже не во дворцах, пусть это будут полевые выходы, но массовые. Так, чтобы дети с разных отрядов знакомились. Пример им показывают старшие коллеги. Поисковый отряд «Ратник» вручает еще одну судьбу пропавшего без вести солдата. Во время летней экспедиции к тагильчанам обратились московские поисковики. Рассказали, что в Калужской области, поднимая одну из братских могил, нашли красноармейца, призванного из Тагила, полуэктова Николая Васильевича. Нужна была помощь с поиском родных, и тут закрутилось. Оказалось, что у солдата был брат Анатолий. Вместе они ушли на фронт. Анатолий вернулся с войны. Умер в 59-м году. По этой линии начали искать родственников, и выяснилось, что внуки и правнуки не знают, что в их семье есть герои. Вручают поэтому сразу две судьбы. Храните и передавайте память о своем герое. Если про Анатолия Полуэктова известно достаточно много, где воевал, когда погиб, то про Николая пока крупицы. Московские поисковики продолжают архивную работу. Нам ничего неизвестно было, и не у кого узнать. Так что спасибо всем людям, кто участвовал в поиске этой информации. Судьбы слов нет. Мы очень гордимся прадедом. Теперь есть возможность перезахоронить останки красноармейцев с почестями на родной земле. Может быть, хотя бы так братья встретятся.